Это такое счастье, что я могу быть собой с тобой. Я не одно слово говорил на русском, как ты встретил ее. Я читаю эту книгу, стала понимать, что я замужем, во-первых, за гением. Его учителем является Яндекс.Такси. И жена ему не помогала. Я задаю вопросы. Нужно с закрытыми глазами показать либо на себя, либо на своего партнера. Гляжу в озеро синий. Кто из вас больше любит шоппинг? Каждый раз, который мы снова встретим, это как первые встречи. Это для меня уже даже такой очень духовный урок. Друзья, приветствую. В этот раз я не одна. Привлекла тяжелую артиллерию, пригласила мужа. Знаю, что у вас было много вопросов и интересов отношений. Ну и в целом, я знаю, что очень многие из вас любят, обожают моего мужа. Я вас понимаю. Я сама такая. Вот. Поэтому сегодня такой вот формат. Я чудом уговорила его прийти со мной на студию, уделить это время и ответить на ваши вопросы. Поехали. Была ли между вами когда-нибудь ревность? И бывает ли у вас конфликты, споры, что-нибудь такое? Конечно. Это часть отношений. Жена кричает на мужа без причины. Без причины? Больше всего без причины. А носки, а мука везде разбросана? Я сказал, что я добрый человек, если мука просто на кухне и носки под кроватой. Какая проблема? Какая проблема? Ты понимаешь, почему это такое страшное? Ну, тоже, конечно, это нормально. С души-то мы, никто не совершеннее. У каждого человека есть свой минус, свой слабость, свой как дефект. Недостатки. Недостатки. И, конечно, как-то ты живешь вместе на отношениях. Вот это бывают такие моменты. Главное понять, что это просто момент, и надо справиться друг с другом, помогать друг с другом. Иногда улетает. На самом деле нам очень помогает тот факт, что мы с большой периодичностью расстраемся. У меня муж путешественник, и это большое счастье. Вот он уезжает, я скучаю, мы пишем друг друг к другу, звоним друг другу. А потом встреча, и снова такая радостная, свежая, теплая. И больше, чем, наверное, два месяца мы никогда вместе не были, да? Без разлуки. Максимум два или три месяца мы были, да? Ну, во время карантина два с половиной мы были. Вот это максимальное время, которое мы провели вместе, не разлучаясь. Но это была уникальная ситуация, потому что все закрыли, мы были... Ты просто не мог летать. Что еще очень помогает нам в этих конфликтах, без которых же не бывает вообще никаких отношений, уж тем более брачных? Чувство юмора мужа. Это просто великий дар, это великая манна, это подарок небес. То, как муж начинает просто высмеивать, выхахатывать какие-то мои... Я вот начинаю заводиться, закипать, и просто начинает легкий, вот этот радостный, какой-то очень даже детский где-то юмор. И все, я не могу. Вот я не могу, я уже начинаю смеяться, и уже как бы уже все, уже не поскандалишь. Тоже помогает короткая память жена, потому что она быстро забывает. И поэтому она в один день это очень злой, кричает, в следующий день уже все нормально, как ничего не прошло. Нормально. Я все равно говорю, это качество, кстати. Не привязано к... Не застревает, она не застревает на... Может быть, не знаю. Ну, в общем, он хочет сказать, что я не застреваю на какой-то такой эмоции, типа гнев. Я-то... Выпустила, и могу, как бы, жить дальше. Я скажу, да, обычно при живом присутствии мужа так не говорится, наверное, но... Это такое... Ну, я тебе это говорила в глаза. Это такое счастье, что я могу быть собой с тобой. То есть я могу выражать любую свою эмоцию, любые свои переживания. Тебе иногда не получается это делать экологично, прости меня, пожалуйста Иногда я прям, ааа, да, выхожу из берегов Но когда я перехожу границы, Стефана ставит мне четкие берега Двумя-тремя словами он может поставить меня на место, что я потом еще буду Это для меня уже даже такой очень духовный урок Урок на самообладание То есть я потом ухожу и днями, неделями медитирую на какие-то слова, которые он мне сказал Вот в момент, когда я вышла из себя или там перегнула, перешла все границы Он мой учитель И потом снова кричать после недели Ну это новый уровень, до следующего урока В следующий раз я забываю носки, кроваты, все, сначала Как Трумэн шоу, ну как, не помню, как это называется на русском, это кино Шоу Трумэна? Нет, это Граундхог Дэри День сурка День сурка, который... Ну да, что ли? Ну нормально, это каждая пора имеет такие нюансы Вы так хорошо говорите по-русски Вы изучали язык до знакомства с эти или за эти пять лет? Я ни одно слово говорил на русском, когда я встретил Вы можете посмотреть на нашу передачу на Первый канал, когда подставлено прямой эфир Подставили, короче, моего мужа, должен был быть синхронный перевод, но за час до съемок оказалось, что его не будет А он просто два-три слова еле-еле мог сводить с концами, еще хуже был, чем мой теперешний итальянский И вот на передаче «Пусть говорят» на Первом канале Стефано отдувался просто красный, как моя юбка, я была тогда в красной юбке Ну хорошо получилось, все нормально, Амара? Нормально, выживай Как написал Стефано в смысле? Мы итальянцы, все равно мы говорим руками, поэтому все понятно, даже без слов Короче, недавно Стефано написал невероятную книгу, и она о России Книга называется «Другое лицо России» Так интересно совпало, что книга была завершена ровно в момент начала военной операции с Украиной И, как вы помните, весь западный мир был в очень суровом ополчении против России И ему, как итальянскому автору, выпускать свою, по-моему, это вторая или третья книга на тот момент? Третья Третья книга То есть предыдущие две книги прошли блистательно, то есть это очень хорошо приняла публика Это уже его третья книга, люди ждут, и она о России Это момент, когда весь мир против России И он стоит перед таким странным выбором вообще выпускать эту книгу или вообще-то замолчать и о России вообще ничего не говорить Но он послушал свое сердце и, несмотря ни на что, провел определенные мероприятия по презентации этой книги Это было блистательно, успешно Знаете, как на концертах по 300-400 человек собирались на презентациях книг? То есть у него прям гастрольный тур как такой был Люди на презентацию книгу приходили в таком количестве, чтобы послушать, о чем эта книга, чем это было обусловлено И вот в этой книге, я сейчас ее читаю в таком немножко корявом переводе нам, искусственный интеллект выдал перевод, но тем не менее достаточно понятно Я, читая эту книгу, стала понимать, что я замужем, во-первых, за гением, у которого, я не знаю, уровень эрудиции, интеллекта, владение слогом, это такая высота Я в искусственный интеллект поставил книгу Бульгарова, а не мою, поэтому я думаю Нет, это правда, я читаю и думаю, господи, это мой муж И такая любовь к России, она совершенно за пределами политики, геополитики и каких-то таких моментов Это просто о земле, о стране, о духе, о народе Нет, это не книга про политику, это книга про путешествия Я говорю, что она не про политику, но я хотела к чему подвести, что в этой книге написано, что я русский язык выучил с помощью Яндекс.Такси Потому что он... Высокая университет Да, во-первых, у него был самоучитель русского языка, а во-вторых, каждый раз, когда есть возможность, он начинает говорить с таксистами Вот он вызывает такси, и пока они едут, эти 30-40 час, он все время с ними разговаривает по-русски Также в книге было упомянуто, что нигде в мире вы не найдете таких компетентных вопросов политики, экономики, футбола, таксистов, которые разбираются во всех сферах жизни И его учителем является Яндекс.Такси И жена ему не помогала Да, она никогда не помогала для... Ну, прости меня, пожалуйста Но, кстати, она помогала на другую сторону, потому что каждая ошибка, которую я сделала, она фиксировала вот эти ошибки Да, да, например, помню, как-то он говорит, а ты поставила будильник? Я такая, будильник, будильник, как хорошо, будильник Я просто ошиблялся, сказала будильник один раз И она специально сказала, а завтра поставишь будильник? Поэтому, если она скажет будильник, значит, это правда Вот, зафиксировал, вы не представляете, как сложно удалить такие ошибки, потому что они зафиксируют Как ты изучаешь одно злово на один вариант, потом изучать правильный вариант, это полный капец просто Ну, а русский мат он выучил где? На Алтае? В Сибирь А, вот он с мужиками поехал в Сибирь, и там выучил благой русский мат, и когда я вернулся, я была потрясена Потому что я начинаю путешествовать в Россию с друзьями, с человеком, который я здесь встретил, и они были настоящие учители Русский язык он знает нормально Почему вам так нравятся русские песни? Слушай, я изучаю русский язык тоже благодаря песне Это не только русский язык, я говорю шесть языков, и каждый язык я изучил благодаря песне на этом языке, потому что мне очень помогает И на английском, и на немецком, и на французском, и на испанском И на испанском я только изучил благодаря песне Русский тоже это мне очень полезный инструмент, чтобы понять культуру языка, новое злово, и звук злого Это очень помогает для многих сторон И потом, конечно, мне очень нравятся традиционные народные песни в России Потому что иметь такие уникальные чувства, древние чувства, природные, человеческие Не знаю, как сказать, это тяжелая тема Просто трогать сердце, не знаю как Это очень похоже на старые народные итальянские песни Что-то похожее, конечно, это другой муд, другое настроение Другое настроение Какой-то музыкант, который играет Наверное, я на радио, когда я на машине слушаю, есть какая-то песня Или какое-то мероприятие Просто случайно найду такие песни Я думаю, блин, это очень красиво Потом я ищу, изучаю И так идет Так Розенбаум весь изучен Потому что у него, кстати, очень четкая дикция Кстати, я помню На моем первом путешествии в России Это было 2015 года Полтора года до встречи Софии Я был в городе Красноярск И там был какой-то музыкант На улице, который играл на аккордеон На аккордеон Я помню, что я просто смотрел на этот музыкант так Потому что такая грустная мелодия, которую он играл на аккордеон Просто трогала в моем сердце Я не могу даже сказать почему Просто мне нравится Короче, русская душа у итальянца моего, да? Я задаю вопросы Например, кто из вас лучше готовит Нужно с закрытыми глазами показать либо на себя, либо на своего партнера То есть вы не видите, что показывает ваш партнер Кто из вас больше любит поспать? Кто из вас первым признался в любви? Кто из вас смешнее шутит? Кто из вас больше друг другу говорит комплименты? Кто из вас больше сладкоежка? Кто из вас дольше собирается куда-то? Кто из вас больше любит спорить? Спорить? Спорить аргию Кто из вас вкуснее готовит? Кто из вас больше залипает в телефон? Кто из вас чаще предлагает куда-то пойти? Кто из вас больше тратит денег? Кто из вас чаще уступает? Кто из вас больше любит шоппинг? Кто из вас более ласковый? Кто из вас романтичнее? Кто из вас больше следит за своим здоровьем? Кто из вас более оптимистичный? Кто из вас лучше поет? Кто из вас чаще мечтает? Кто из вас больше скучает друг без друга? Кто из вас больше тратит денег? А чем отличается ваша жизнь в Италии и ваша жизнь в России? Отличается, что жизни в Италии нет, а жизнь в России есть. Она никогда не в Италии. Мы, правда, очень мало времени в Италии. Кажется, наверное, что мы там живем. Во-первых, у нас там нет своего дома или квартиры. Как минимум, потому что мы не проводим там времени. Есть большой родительский дом, замечательный. Там много комнат и разгуляйся. И когда мы вместе бываем в Италии, мы, конечно же, в доме родителей останавливаемся. И это всегда так сладко. Мама готовит утром, вечером за стол. То есть там традиции. Все очень традиционно, очень всегда вкусно. Я всегда поправляюсь у мамы. Ну, до сих пор наша жизнь в Италии – это просто как встретиться с родителями. Мы живем у моих родителей. У нас нет жизни в Италии, у нас нет дома, нет ничего. Просто редко там бываем вместе. Но я для своей работы иногда там летаю, но это другая история. Но мы живем в России, короче. В большей степени, да, мы живем в России. Либо же просто путешествуем по миру. Носит нас где носит. Дело в том, что моя работа, музыканты и вся основная деятельность, она, конечно же, связана с Россией. Мы пока можем себе позволить находиться в большей степени в России благодаря вот этой гибкости и определенной жертвенности, которую муж принес. Если бы он сказал, нет, я настаиваю, мы будем жить только в Италии, потому что у меня здесь друзья или там работа, мне пришлось бы за этим последовать. Потому что если мы ставим на чашу весов наши отношения и где жить, конечно же, отношения. И, возможно, в какой-то прекрасный день, невозможно это точно, у нас будет другое место жительства. И, скорее всего, это будет Италия. Нет, это будет Северной Норвегии. Северной Норвегии. Под Северной Сианей. Ты пока не знаешь, ты пока не готова, но будешь готова, не водится. Не надо. Ну, в общем, пока в Москве хорошо. В Москве удобно, очень удобно. Отсюда раньше можно было летать в любую точку мира напрямую. Но сейчас есть трудности, особенно с некоторыми странами. Ну, в общем, пока так, а там видно будет. Как вам удается сохранять связь на расстоянии? Ведь вы часто живете в разных городах, находитесь в разных городах. Вот это относится к теме духовного пути, по которой мы рассказали пораньше. Конечно, у нас непростое отношение, потому что моя работа, я путешественник. Я каждый месяц, один-два недели летаю на другой части земли и, наверное, шесть часов джет-лег на другую сторону. И это непростое, конечно, потому что... Вот это моя работа, короче. Как мы это сделаем? Как она уже сказала, во-первых, если мы на позитивный взгляд на это смотрим, это помогает. Потому что держать отношения очень свежее. Потому что каждый раз, который мы снова встретим, это как первая встреча, это как, ну, детское счастье. Это очень хорошее. Я вижу очень прекрасно, что это помогает наше отношение. Ну, конечно, даёт тоже немножко бол. Этот бол очень быстро уйдёт за то, что мы говорили заранее. Значит, это понимание, которое приходит от духовного пути. Какое понимание? Что у моей супруги есть свой дарма, есть свой долг в жизни. Долг. Долг в жизни. Она должна сделать то, что она делает. И меня должна сделать то, что я делаю. Другого варианта нету. Потому что это, насколько мы понимаем, насколько мы видим своими глазами, как я это буду долго рассказать, но это цель нашей жизни. Мы просто живём, чтобы сделать то, что мы делаем в среде нашей работы. Это не только про петь песни, не только про путешествовать и снимать фотографии. Это просто имеет... Это прикрытие. Да. Очень трудно рассказать на русском, извиняюсь. Но, короче, мы знаем, что нам надо быть туда. Это не наше решение. Это не потому, что нам нравится. Это потому, что нам надо. Это высокий уровень. Осознание своего долга, своего предназначения, уважение к этому. Да, уважение. Абсолютно. Доверие. Доверие. Это супер важно. Поэтому мы очень уважаем друг с другом, очень доверяем друг с другом. Это тоже даёт инструмент отношений, чтобы быть сильнее. Поэтому вопрос это, как вы сделаете. Но это я могу сказать, что мы сделаем тоже благодаря этой характеристике нашего отношения, которые, во-первых, даёт нам свежую энергию каждый раз. И потом даёт нам возможность тестировать, как мы доверяем друг с другом, как мы уважаем реально друг с другом. Слушайте, отношения это не про то, что вы имеете. Но я не имею, моя жена. Я не обладаю. Я не обладаю. Я не обладаю, извините. Я не обладаю. Мы, как спутники, мы поделим путешествия вместе, как мы сидим на одной купе одинакового поезда. И точка назначения у нас одна. И нам весело ехать вместе. У каждого у нас есть свой путешествие, свой долл, свою миссию в жизни, так скажем. Отношения это чудо поделит то, что происходит в нашей жизни, но не относится к «она моя», «я её» и всё. Просто это очень-очень важные качества. Любое отношение – это доверие. Без доверия не можно даже сказать про отношения. Если нет доверия – нет отношения. Если нет уважения – нет отношения. Просто так. Вот это мы живем каждый день. Потому что у нас есть такая не особенная ситуация. Конечно, это неприятно иногда. Я уже знаю, что на следующем путешествии, которое будет через три недели, мы будем плакать, обнять на двери. «До новой встречи, пока». Но уже в последний день мы очень фокусировались на то, что нам надо делать. И когда снова встретимся, это будет новое счастье. Самое важное – быть счастливой мамой в моменте общения с детьми. Знаете, это масло повышает самооценку. Оно дарит вот это чувство, что я царица, я королева. Европа во многом переросла вот эти настроения, как бы женщине выгоднее преподать себя мужчине. Если женщина во всем леопардовом чувствует себя царицей, пожалуйста, пусть она будет счастлива. Перестаньте смотреть новости. Все, кто со мной работают, они знают, что я езжу, как старушка, вот с такими термосами. В момент смерти то, в каком состоянии будет человек и о чем он будет думать, определяют то, куда попадет душа после того, как покинет тело. Я благодарю вас за просмотры, за ваш интерес и активное участие в моем YouTube-канале. Именно для вас это и делается. Буду благодарна вашим лайкам, подпискам и тем же комментариям, потому что, как видите, именно они рождают последующие темы наших с вами бесед. Субтитры создавал DimaTorzok